Патриотизм Патриотизм не стал абстрактным понятием. Воспитывать его надо с молодых ногтей. В этом уверена и наша гостья Галина Валова, руководитель экспериментальной программы «Соловецкие юнги», которая реализуется в Архангельске с 2005 года. Здравствуйте, Галина Георгиевна. Здравствуйте. Вы ведь не случайно вообще занялись этой темой и взялись за разработку программы сколько? 8 лет назад уже, да? Да. Вот ваша семья ведь тоже связана с флотом. Да, очень тесно связана с флотом. Мой папа, бывший военнослужащий, служил в нашей Беломорской базе. Тогда еще она была в флотилии. И был участником конвоев. Поэтому, как говорится, так судьбой предназначено, чтобы заняться и этой тематикой очень интересной, очень нужной и очень важной. И молодых, маленьких уже ребят, в общем, посвящать вот в эту тему. Да. И программа реализуется «Соловецкие юнги» на базе 32-й школы, так? Которая уже три года официально называется «Соловецкая школа юнг». У нас Архангельская школа, это где находится? На Галушино. На Галушино. Это так, для информации. И в 10 школах города созданы кадетские классы, а в 3 классы юнгашей. Все правильно, да? Правильно. И, знаете, я видела этих ребят. Вот им действительно можно, на мой взгляд, позавидовать, так как они обучаются по особой программе. Они у нас танцуют бальные танцы, они у нас ходят под парусом, они у нас обучаются морскому делу. Правильно? Правильно. Вот. Как вы это все выстраивали? Я хочу добавить, они укрепляют еще свое здоровье. У них плавание, карате, у них там много очень спортивных направлений. Как выстраивали? Ну, сначала было сложно. Но при поддержке администрации, при поддержке специалистов мы выстроили эту программу, и на сегодня она идет, реализуется достаточно успешно. Можно видеть потому, что классы открыты, школа работает. Школа взяла направление чисто морское, присвоено звание соловецких юнг, сами соловецкие юнги, там были ветераны юнги, когда было 70-летие. Все было одобрено. И на сегодня, я думаю, что это достаточно интересная и программа, и для родителей, и для детей в первую очередь. Самое главное, что они заняты. Вот. Чтобы наши зрители убедились, что это все действительно так, давайте посмотрим небольшой фрагмент фильма «Равнение на соловецких юнг». Вот то, что мы увидели, это подрастающее поколение соловецких юнг. В программе действительно задействованы очень серьезные силы. Это и Архангельский морской рыбопромышленный колледж, это и Северный арктический университет, и медицинская академия, и наша мореходка. И вот уже курсанты совершили свое первое кругосветное путешествие на парусники седов. Вы их провожали, встречали? Я встречала, вот мне удалось такое значимое событие в моей жизни. Пришел Барк в Санкт-Петербург. Он завершил свое легендарное кругосветное плавание. В сорок почти детей наших, я по-другому еще пока их назвать не могу, но это уже и взрослые ребята, которые прошли очень интересную морскую школу под парусами. Барк, который за 92 года своего существования совершил в жизни свое первое кругосветное плавание. В истории России такого, я думаю, что нет. И Архангельской области гордиться, как и Россия, и в целом есть чем. И Архангельской области в том, что наши курсанты совершили это кругосветное плавание. Они были и в первом этапе, то есть они начинали эту кругосветку и заканчивали. Прошли достаточно много стран, много миль, шторма, хорошая погода и, конечно, их впечатления. Но самое важное, они утвердились в своей профессии. Рыбопромышленный техникум, как он теперь называется, отправляет своих курсантов в различные походы. Но такое впервые. А отбирались как-то ребята? Я думаю, что отбирались. Я не могу пока сказать, но я думаю, что ребята проходят всегда комиссии, медицинскую комиссию в первую очередь. Естественно, они должны пройти обязательно учебную морскую практику, и это дает возможность пройти на таких морских походах. Встречали, что-то в их лицах изменилось? Какие у них эмоции были? Светлые лица, блестящие глаза, что они вернулись уже в родной порт, в Россию. Был очень торжественный прием на достаточно высоком уровне. То есть высокопоставленные гости. Была зачитана и правительственная телеграмма. Почетная грамота была вручена. И что самое интересное, ребята сказали, что они утвердились в этой профессии. Они пока на третьем курсе, но продолжать учебу, они сказали однозначно, будут в промышленном. Да, потому что все вот эти красивые слова, это все хорошо, но проходит эта шумиха. Ведь главное, что внутри остается у них. Ответственность у них возросла. У них, по-моему, на сегодня гордость за свою родину. Потому что флаг российский, Андреевский флаг, рейл над мачтах. Да, на барке седов и рейл над всем миром, над всеми морями, океанами. Доказали еще раз, что Россия является морской державой. И Архангельская область в том числе. Архангельская тем более. Да. Она входит в состав России. И в августе архангельских кадетов вот еще одно испытание ждет. Это морской учебный поход на парусники мир. Но вот мы мало знаем об этом походе. Расскажите подробнее. Это поход учебный. В первую очередь это парусники, все парусники нашей учебного плана. И на сегодня в рамках программы патриотическое воспитание граждан дана такая возможность для юнг. Они идут все ребятки, начиная с 15-летнего возраста. Школьники еще, да? Школьники. И на сегодня мы определили группу ребят из морского кадетского корпуса Архангельска. Шесть человек. Пять человек юнг и один руководитель. Седьмого числа они отправляются в свое путешествие. Им предстоит преодолеть перелет. Они уезжают на Москву. С Москвы самолетом летят на Гамбург. Там они садятся, приходит парусник. То есть с Лисингена они доезжают с автобусом. И потом они идут морем на Дюссельдорф. То есть они идут в Нидерланды. То есть вы внедряетесь во все программы, да? Старается. Где возможно. То есть ребята, школьники, вот такое путешествие, я думаю, тоже сильно ответственно для них. Я разговаривала с ребятами. На сегодня, конечно, они еще не совсем представляют, что их ждет. Но самое главное, у них есть определенная цель. На мой вопрос, как будет оценена вся эта поездка ваша, походы ваши. Мне сказали, если нам это понравится, мы пойдем поступать в морские учебные заведения. Вот это самое важное. Что своей практикой, не только теорией, теорию надо внедрить в практику. Надо доказать умения, навыки, знания. И получаем мы практический опыт. Вот к этому мы и стремимся. Чтобы молодой человек утвердился в своей профессии и в правильности выбранного пути. На сегодня даже на барке седов ходили юнги. Это уже внедряется в других областях. Сургутов были ребятки. Даже девятилетний ребенок был. Я была, конечно, очень поражена. Но это дети из клуба юных моряков. И вот такой молодой человек, уже, я по-другому сказать, девятилетний, когда я ему задала вопрос, и как ваша практика, он сказал, отлично. То есть он выполнял всю ту же работу, но, естественно, согласно своего возраста, как и курсанты. Ну, с курсантами вести, у него с вахту, работал на камбузе. Ну, выполнялся то, что... Какая закалка личности происходит все-таки, да? Утверждение личности однозначно. Вот здесь чувство патриотизма и закладывается. Конечно. И я бы хотела сказать, что, наверное, чувство патриотизма надо растить вот с такого возраста. И наши юнги, которые проходят, наверное, не зря определенной программой патриотического воспитания, чтобы с такого раннего возраста, как и было в России, в принципе, раньше. Я даже себя помню, что мы, папа учил с раннего возраста, вот, прививал вот эту любовь к морю, к воде. И в море ведь надо трудиться. Это самое важное. Ты просто так сел, да, и тебя под парусами повезли. Вот здесь как раз и показано, что предстоит нашим юнгам. Не боятся они вот этого? Ну, работа-то, в общем-то, такая черная, можно сказать, да? Ко всей работе надо относиться с уважением. И это прививают на этих парусниках. Я хотела бы еще сказать, что самое важное, что капитан, вот, легендарный капитан, по-другому сказать не могу. За его плечами Николай Зодченко провел четыре кругосветки. И с каким уважением юнги и курсанты высказывали свое мнение о капитане? Потому что и он относился к ним, наверное, с уважением, правда? Вот взаимное уважение и воспитывает наших ребят. И я думаю, что и на мире будет точно так же. Это замечательный морской поход, который даст ребятам утвердиться. Да, если мы вернемся к понятию вообще патриотическое воспитание, с чего начали, для этих ребят это уже, конечно, не пустой звук. Нет. Они уже понимают, что такое и гордость, и за Родину, и за себя, да, и за свой флот. Да. И мы начали разговор о программе «Соловецкие юнги», вот, которая работает уже более в десяти школах Архангельска. Но ведь решение изначально принимают родители. Отдавать ребенка в эту школу, не отдавать в этот экспериментальный класс. Родители всегда делают это сознательно? Я думаю, что не всегда. Это бывает в разной семье по-разному. У кого-то семья морская, и это уже заложено, это традиции. Важно соблюдать эти традиции. И если они еще подтверждаются делами, то, ну, можно сказать, и цены этому нет. Значит, и ребеночек пойдет так. Самое важное, чтобы родители помогали и понимали. Вот когда эта составляющая между ребенком, родителем и школой существует, и плюс помощь еще руководителя проектов, тогда, ну, можно сказать, на пять баллов. Тогда мы спокойны за детей. Да, вот это вот взаимопонимание, да? Оно сейчас стало чаще происходить. Такие родители уже осознали, что вообще, что это за программа, для чего это делается. У многих родителей на сегодня есть это понимание. И меня это радует. Они интересуются, они всегда спрашивают. И у них еще есть немножечко задел вперед. А что будет дальше? И вот это неравнодушие родителей. То есть закончит вот он в школу. Вот этот Соловецкий Юнга, да. Вот программа идет по этапам. Первый этап, как в море. Первый этап, второй этап и третий этап. Третий этап уже это выход. Ведь они обыкновенно, это в принципе обыкновенные архангельские школьники. Только вот они занимаются по этой экспериментальной программе. У них идет общеобразовательные предметы, а все остальное это дополнительно. Да. Нагрузка-то ведь в общем немаленькая. И самое интересное то, что к этой нагрузке мы прибавляем еще и летнюю практику. На сегодня Соловецкие Юнги были участниками летней Соловецкой школы Юнг. Вот они уже второй год. На Соловки. На Соловки. Они ездят на Соловки. Они проходят шлюпочные походы, у них очень интересная программа. История флота, там и флажный семафор, и вязание узлов, и многое другое по морскому. Девчонки ведь еще тоже с удовольствием там участвуют. Я хочу сказать, что на сегодня на Седове была одна девочка. Уже на Седове. Курсант. Так что та поговорка, когда женщина на борту не существует, не оправдывает себя. Поэтому я думаю, что и в военно-морском флот уже, в военно-морской флот придут девочки, и интерес к этому уже проявляют. И в другие учебные заведения, в принципе, они учатся. Поэтому на сегодня выравнивается, наверное, все. Ребята проходят эту нагрузку, она им дается как легко, или некоторые разочаровываются, вот на протяжении этих лет было, уходят. Вы имеете в виду программы? Да. Вот, ребята. Я думаю, что здесь больше решают родители. Как устраивают родители? Причин может быть разных, много. Первое, если они меняют место жительства, второе, если что-то родителям не понравилось, другой момент, когда ребенок не может выстроить свои какие-то личные отношения. Ну, много разных причин. Здесь надо разбираться в каждом конкретном случае. Но меня радует то, что большинство учатся, продвигаются вперед, есть стремление, и самое важное, что они вместе с родителями строят свои цели. На сегодня, я знаю, есть такие семьи, которых дети уже учатся на сегодня, это школа восьмого класса, и они строят планы поступления в морские учебные заведения. Я думаю, что к этой цели обязательно они придут. Да, вот тут ведь еще очень составляющая важная вот эта профориентация, да, о которой мы так много говорим. Но ведь не обязательно, что они выберут дело, связанное с морем. Может быть, различные. Жизнь меняется, и здесь могут быть, я еще раз хочу подчеркнуть, что различные причины. Но мы стараемся делать все для того, чтобы ребенок уже сейчас присматривался. То есть мы закладываем мотивацию, чтобы он понимал, что представляет эта профессия из себя, допустим, механика, что представляет штурманская, судоводитель, что еще какая-то другая профессия. Поэтому они приходят в рыбопромышленный техникум, занимаются на тренажерах, показывают вместе с, кстати, вместе с курсантами. Курсанты мы стараемся, чтобы курсанты им еще давали какие-то определенные знания. Они, у них такое тесное взаимодействие получается. И я думаю, что это не проходит. Что по мне, так мне важнее, что вот это личностный рост, развитие человека внутри. Ну, это все в совокупности и дает. Да, уверенность в себе. С другой стороны, мы еще закладываем и здоровый образ жизни. На сегодня успешно развивается школа здорового образа жизни, которую проводит медицинский университет. То есть здесь совокупность вот в этой программе, она достаточно большая, потому что без здоровья в море или с плохим здоровьем в море не выпустят. Даже юнгам нашим пришлось проходить и комиссию морскую. Они проходили в клинике водников. Дальше они приходили и по спасению. Специальная у них есть программа. И только тогда, когда все были документы готовы, мы могли сказать, что да, они готовы к походу большому. Кругосветки. Ну, кругосветки в учебной практике, так, наверное, сказать. Вы давно, Галина Георгиевна, занимаетесь этой темой, знакомы со многими соловецкими юнгами еще военной поры. А что вас всегда трогает, когда вы встречаетесь, этих уже седовласых мальчиков с бантиками, как их называли, в наших соловецких юнг, великая отечественная? Меня трогает доброта. Нет чурстости в этих людях. Вот мягкость. И когда они видят детей, особенно своих вот этих последователей, я не знаю, у них, во-первых, слезы всегда на глазах. И светятся глаза. И вот это тепло, мы заряжаемся всегда этой энергией, потому что они дома не сидят. Если у них позволяет здоровье, они стремятся к детям. И как это может не трогать, я не знаю. Мы постоянно на связи с ними. Видите вот эту связь и понимаете, что все не зря, да? Это связь поколений. Здесь уже она такая наглядная очень. Юнги войны и наши малыши юнги 21 века. Да. И в завершение разговора, Блиц, что вы сами вкладываете в понятие патриотизм? Вы руководитель экспериментальной программы «Славецкие юнги». Вот можно говорить об этом много. Понятие широкое. Но я бы все равно сказала, это любовь к родине. И его надо воспитывать. И воспитывать надо с раннего возраста. Оно закладывается, что бы ни говорили, в семье. Первое слово – это о своей малой родине, о своей семье. И только тогда, уже постепенно, когда человек взрослеет, он понимать начинает, что такое флаг, что такое гимн, когда надо встать, когда надо, если это военный человек, приложить, как говорится, руку. Для него это неформально. Это неформально. И на сегодня начинают понимать это дети. И это важно. Все то, что мы смеем вложить в них, то мы получим в будущем. И я на сегодня хочу сказать, что не гордиться нашей молодежью просто нельзя. Это я увидела еще раз в таком подтверждении на Седове. И хотелось бы отметить, что на мир сегодня идут представители морского совета, члены морского совета Архангельской области. Я думаю, будет им что рассказать после похода на мир. А вы часто сами бываете на Соловках? К сожалению, очень редко. Я была единственный раз на Соловках в 70-летие Соловецкой школы Юнг. Но я думаю, что я обязательно туда вернусь, Соловки. Очень интересное, значимое место. Оно просто притягивает. А какое бы сейчас, уже 8 лет прошло, до 16-го года программа Соловецкой Юнги, в школах у нас будет действовать? Какую бы дисциплину, урок вы бы еще сейчас ввели? Я бы ввела еще практическую составляющую. И как можно больше, вот можно было бы дать английского языка. С этим столкнулись наши курсанты, будучи за границей. И, естественно, это практическая составляющая парусного спорта. Это школа парусов. Чем больше мы будем развивать, тем больше мы получим кадров. У меня был разговор с руководителем клуба юных моряков Нижнего Новгорода, когда проходило заседание. Это человек, который прошел большую школу. И в своей речи он сказал, все, что я имею, мне дали паруса. Без яхтинга я бы не смог стоять за штурвалом. Да, но это уже направление требует финансов. Это требует финансов, но я думаю, что при желании, при общих усилиях можно сделать все. Спасибо, Галина Георгиевна. Пожалуйста. Это была Галина Валова, руководитель экспериментальной региональной программы «Соловецкие юнги». Добавлю лишь, что, наверное, патриот – это не тот, кто ищет виноватых в том, что мы плохо живем, а тот, кто старается сделать так, чтобы жить стало лучше. Вот такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин